Всем привет! Утро следующего дня. Я встаю на работу. Обычно я встаю раньше, но после вчерашней баньки спится, конечно. Ну да, так у нас в жизни получилось, что мы с мужем спим в бане. Жарковато было, так что пришлось спать всю ночь с открытым окном, да и дверь-то закрыла только часа два назад. Была всю ночь приоткрыта. Вот и солнышко почти проснулось. Утро тёплое, не холодное. Доброе такое утро. Дует небольшой ветерок, лает где-то собака, а наша собака даже с будки ещё не выходит, дрыхнет ещё. Кричат каркуши, перелетают с ветки на ветку, делятся своими новостями. Все потихоньку просыпаются. Вон сколько яблок за ночь нападало. Яблонька старенькая уже. Пейзаж, хоть картину пиши. Что ж, пошла собираться на работу. Умываемся и чистим зубки. Без укладки никак. Небольшой макияж, завтрак и утренний кофе. Полная сил, бодрости и оптимизма. Отправляюсь на работу. С хорошим настроением, конечно. А подарочек-то на руке. Вот он. Солнышко балует нас ещё своим теплом. И я купаюсь в утренних его лучах. Получаю солнечный заряд энергии. Осень, осень, золотая осень. Уже начался листопад. Вон сколько насыпала. Я на месте. Магазин, в котором я работаю, находится совсем недалеко от моего дома. Ну, на велосипеде я ехала минутки четыре. Сейчас всё покажу. Сейчас только входные двери открою. В этом здании находится ещё несколько магазинов. И есть развлекательная студия для детей и взрослых. Сразу нас встречает небольшой торговый павильончик. Здесь пятёрочка. Они ещё закрыты. Тоже с восьми часов работают. Ну, и мы сейчас откроем проход на лесенку. Вот такие у нас зарплаты. От двадцати тысяч. Да? Ну, девчонки-то, не знаю, ну, двадцать три, двадцать пять получают. И работают по двенадцать часов. Здесь на втором этаже находится ещё салон красоты. Девчонки-умнички работают. Ну, и вот магазинчик, в котором я работаю. Магазин электротовары. Сейчас я всё эти сигнализации сниму. Вот за этой дверью сидит наша бухгалтерия. Покажу маленько, пока никого нет. Вот здесь салон красоты. И дальше Валберес. Там дальше вниз по лестнице есть ещё Озон и магазин Сластёна. Ну, а здесь развлекательная студия для детей и взрослых. Здесь страховая компания. Но пока она не работает, девочке пришлось уволиться. Уволиться из-за того, что её официально не оформляют на работу. Вот в такие жестокие рамки нас иногда ставят работодатели. Ну, что ж, welcome. Вот она моя работа. Пойду сразу открою окно, потому что запах спёртый от пластмассы, от проводов. О, за окном какая погода шикарнейшая. Небольшой обзор. Чего у нас только нет. И светильники, и люстры, и водонагреватели. Душевые кабинки в ванном у нас заказывают. Унитазы, раковины. Есть отдел баня-сауна. Большой выбор смесителей, электроплитки, фильтры. Подготовились уже к отопительному сезону. Вот, обогревателей кучу завезли. Приезжайте, мы вам будем очень рады. Ну, что ж, пойду переодеваться. Включим свет. Это наш закуток. Здесь можно пообедать и попить чайку. Ну, что ж, захожу в программу. Вот так. 1С предприятие. Ещё пара минут, и я буду готова принимать первого покупателя. Ну, что ж, удачной торговли нам! Кстати, я в этой сфере уже почти 20 лет. Время половина пятого. Через полтора часа ему рабочий день закончится. И посмотрите, какой у нас поливает дождь. Ливень. Сильнейший ливень. Причём тучка висит только над нашим посёлком. Машины наших сотрудников. О, сейчас их помоют. Вон, как вода бежит. Ужас! Да смотрите, с какими порывами. О, стекает. Электропоезд «Ласточка» сигналит. Вот, вон он. С какой скоростью едет. Ну всё, 10 минут, и дождь прошёл. Солнышко выглядывает из-за тучек. Отражается вон в лужицах. Всё хорошо и прекрасно. И снова солнце, и снова тепло. А это мне муж прислал, что у нас творится в огороде после дождя. Еду с работы, ещё издали заприметила, что муж возле гаража что-то делает. Снимает дёрн, убирает земляной бугор, и дёрн ложит обратно. Бугор этот образовался в результате укладки нового асфальта. И по улице сделали некое подобие тротуара. И если этот бугор не убрать, то перед гаражом образовывается лужа. И также из-за этого бугра зимой будет неудобно чистить снег. Трудоголик мой всегда найдёт себе занятие. Ну что ж, на этом свой репортаж заканчиваю. Всем пока-пока, всех люблю. Ах да, забыла ещё один момент показать. Вчера, когда Володя ходил за грибами в лес, встретил два филина. Вот какая живность водится у нас в лесу.